После видосов по Resident Evil 2 и Apex подписчики спросили меня, а где хоррор? И я ответил, ничего я не ответил, так как ЧСВ, ну вообще в ближайшие дни и действия планировал таки доделать сюжетку Метро Исходус, а не записывать всякие там ужастики, но мне кажется, что за это время подписчики начнут скучать и бунтовать, так что видимо пора что-то сделать, пора вам что-то показать. То, что меня обычно просят показать, к сожалению, запрещено демонстрировать на ютубе, это вам не твич, где можно раздеваться за донаты, тут вообще не ценят подобных шуток, вон гляньте мой позапрошлый видос с инди-игрой под названием Хорроры вперед, абсолютно незаконно наложили ограничения по возрасту и в результате чего 99% моих подписчиков не смогли видос посмотреть. Я правда пытался бороться с системой и оспорить это абсолютно бесчеловечное решение, пытался доказать, что это ошибка и на превью изображено не то, что все подумали, а, например, коллекционная ручка Паркер, оранжевая в футляре за 30 тысяч рублей, да я и сам такой ежедневно пользуюсь, писать, правда, не очень удобно, в общем, мне не поверили. Как бы то ни было, это абсолютно не повод расстраиваться, сейчас хорроров уже не так много выходит, за многими более-менее нормальными я слежу, все остальное попадается абсолютно случайно. Например, в одном из январских видео я упомянул сетевой проект Strike of Horror, ныне заброшенная спустя полмесяца разработки игра, и вот буквально 22 февраля вышла игра под названием Pacify, которая подозрительно похожа на Strike of Horror, и особо ушлые люди начали проводить антикоррупционное расследование в комьюнити хабе, связанное с абузом вот этой вот системы Стима, разработчик, естественно, пошел в отказ и сказал, что не имеет к таким вещам никакого отношения, и вообще не нравится моя страничка, вали отсюда, стример грязный. Ну, в общем-то, если в тот раз я не успел найти ни одного живого человека, играющего в онлайне, то сейчас, как видите, любителей острых ощущений в определенных местах полным-полно, они сами хостят сервера, надеюсь, что хотя бы не забесплатно, в противном случае мы видим абсолютно неприкрытый рыбовладельческий строй, и нужно звонить в общество защиты животных, я не знаю, это надо прекращать. Ой, какой дом, как же страшно, даже не знаю, уже вырубать можно или пока еще нет. Вы, конечно, можете тоже спросить, а что же ты сам ищешь в таких играх? Так, все очень просто, ребят, инди-хорроры это школа жизни. Каждый мужчина должен посадить дерево, посадить сына и поиграть в вот этот Strike of Horror, который, по сути, является первой игрой в мире, который получил ремастер-версию спустя месяц после выхода. Ну, вообще, по секрету вам скажу, срач был из-за того, что два разработчика купили одинаковые готовые дома в магазине ассетов на Юнити, и как-то... Ну, вот так вот случайный опыт сделали игру с одинаковым сюжетом, где надо собирать предметы и защищаться от духа. И не было такого ни разу нигде, подумаешь, совпадение. Вон, смотрите, нормальные люди играют в эту игру. Как нормальные? Один из них, по крайней мере, идем на разведку. Ой, это графика. Ей-богу, будто бы оказался в Survivor V 2013 года, тоже кооперативный хоррор. Не, ну а что, шесть лет прошло, почему бы не сделать то же самое? Покойтесь с миром, а все, кто сидел в наушниках, пресс-эф-тупэ-респец. Это на самом деле не очень весело все. Вы теперь кукла. Так, погодите, мадам, она хоть и так, будто обоссалась от своего собственного крика только что. Я думаю, что не только она. Мадам, произошла чудовищная ошибка. Дело в том, что от вашего божественного голоса я стал ростом метр шестьдесят. Можно меня, пожалуйста, по это самое, подлиннее? Я ничего против карликовости не имею, вы не подумайте. Я абсолютно толерантный человек во всех вопросах. Но, пожалуйста, ради бога. Кстати, эта девочка пустая внутри, смотрите. Это абсолютно бездушный дух превращает людей в маленьких клопов. Не стыдно? Не стыдно? А что у него за красные линии на рту? Это крест, типа, или это стрелочки, показывающие куда... Она маленькая. Я не могу так шутить. Вы шутите кто-нибудь за меня в комментариях, а я лайкну, типа вы придумали. Кто-нибудь может мне объяснить, что в этой мать его игре вообще происходит? Почему я стал маленьким? Почему они танцуют и дух их не трогает? Что происходит? Блядь, это Карим Кумбасар, который перекочевал из другого хоррора сюда. Только он может распутать это дело. А он не хочет работать детективом, он хочет танцевать. Слушайте, я из года в год записываю хорроры, и тут с каждым годом все хуже и хуже. Игроки просто смотрите в открытую, издеваются над духом. Это какой-то кибер-отсральный буллинг, я не знаю. Помните, раньше я делал из хорроров посмешище? Я был главной звездой, теперь это делает какой-то чувак рандомный со скином Карима Кумбасара. Просто издевается над духом, девочка и так уже умерла. Зачем ты это делаешь? Это уже не смешно, это какой-то черный юмор начинается. Resident Evil 2 получил ремастер-эд-версию спустя 20 лет. Эта игра спустя 20 дней. И что мы видим? О-о-о! Что, доигрался? Доигрался, а я говорил. Беги, сука, беги! Отомщение! В общем-то, сервер пришлось поменять, так как Кумбасар все заруинил. Теперь у меня новая команда по спасению мира. Вот, знакомьтесь. Капитан из игры Хребты Графония, который купался в море и потом вскоре... То есть он меня толкнул, да? А если я? Вот так и сиди. Еще хочешь, что ли? Ты че ржешь, лысый, нахуй пошел? У нас тут проблемы астрального характера начались, пока мы дрались в погребе. Да хватит толкать, ублюдки! Фух, видели, что этот лысый сделал? Меня толкнул на ходу, чтоб дух съел меня, а я убежал. О, ну че, весело тебе подставил меня, да? Теперь этот капитан, сука, лобковый и бакенбарды тоже маленькие. И от этого, правда, не легче становится, но тем не менее, быдло получило по заслугам. Может, он, кстати, знает, как назад убальшиться. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Хренась, он скачет. Он определенно что-то знает. Стой, мелкий уродец, тупик, все. Теперь останется только один маленький человек. Некуда бежать. Э, куда? Че за звук, что опять происходит? Господи, господи, пиздец. Че, и ты, дед, проснулся. Так, а куда он делся? Капитан направо. Летающий мальчик с пальчик налево. Не, ну типичный день в инди-хоррорах, че сказать. Вот это вот мне напоминает один момент. Но я не могу вспомнить какой. Да ну нет, ты все испортила. Глупый дух маленькой девочки. Этот монтаж стал худшим в мире. Или лучшим. Я даже частично не могу разобраться, что в этой игре нужно делать. Я пытался, я вам клянусь. Эта девочка, будто бы после тех издевок Карима Кумбаса разверела окончательно, и теперь просто убивает все, что есть на серверах. Но вернее делает маленьким. И пугает скримерами. Вот эта вот анимация означает, что у этого игрока сейчас на весь экран ее рожа вылетела. С воплями. Как когда я в первый раз играл. Благо она хоть не за мной охотится. Хотя, я даже не знаю, что хуже. Я просто всю игру бегаю маленьким, и ничего не происходит. Эх, хлопковый Бакенбард, а ты все залупаешься, да? То есть, вообще, мужик Кармы не боится. Он как толкал в это привидение тиммейтов, так и толкает. Может, какая-то своего рода тактика, я просто не понимаю чего-то в этой. Хотя, я сильно сомневаюсь, что при таком количестве багов, вообще, можно хотя бы о какой-то тактике говорить. Не, ну сейчас ты сам упал, я свидетелем был. Не спрашивайте меня, пожалуйста, как это получилось, но дело в том, что я между двумя диванами застрял. Без шуток, я как-то перепрыгнул сюда, и теперь не могу назад вылезти. В управлении нет какого-то приседа или передвижения ползком, только прыгать можно, и вот допрыгался. Помогите мне! Я в дивановой ловушке, капитан, не бросай меня, хоть ты и полный мудак, и бакенбарды у тебя говно, ну пожалуйста! Не бросайте меня здесь, меня убьют! Вот суки, а! Ладно, ладно, я отсюда выберусь, и когда я выберусь, я всем расскажу, что меня заставили в это играть. Что? Что там? Я вырос первый раз за несколько матчей! Обалдеть, вот это мне повезло! Прямо сервак сменил, сразу дело пошло, смотрите-ка! Пожалуйста, возьми девочку и принеси ее в фургон, но у меня в команде есть две! Но они только что меня из гномов человека превратили, я вам их не отдам! Вон они бегают! Не ходите к фургону, там дядя говорит принести девочек! Не, эти ему не подходят, то есть это нужна какая-то... Погодите-ка! Я понял, я ничего не сделал, но понял! Короче, нужно было вот эту проклятую ебалу отдать мужику, оказывается, в фургон, и все! Добрый работа, все, давайте отсюда! О, вау, деть! Вот это сюжет, слушайте, я бы до такого не додумался! Самый гениальный сюжет за всю историю мать его инди-хорроров с 2012 года! Теперь он будет эту девочку изучать! Так что, для вашего следующего работы, Их было в доме, в котором жили, Уходи с Уитерсом, И, как и старый пицца-пицца, И говорит, что действительно что-то... Короче, вот этот диктор спросил Знаете, почему Карим Кумбасар позакрывал все окна в доме? Он думал, что воняет снаружи На этом все, игра пройдена Что тут можно сказать по итогу Инди-хорроры из года в год держат планку качества Как всегда на уровне, как всегда хуйня Запоминайте имена героев, что хостили для нас сервера Потому что, если бы они этого не делали Не было бы этого видоса В синглплеер я ебал заходить Не, никогда в жизни Спасибо за просмотр и счастье вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok